В прошлой серии мы заработали 100 тысяч, работая водителем автобуса. Это неплохие деньги, но работали мы целых полтора часа. Сегодня будем работать курьером, и я вам покажу то, что за полтора часа можно заработать тоже неплохие бабосики. С вами та самая Оксанка Молдаванка, то есть Алон Сакапелло, и это вторая серия Пути о бомжихе с Оксанкой Молдаванкой. Короче, сегодня мы будем работать курьером, потому что многие говорят то, что это очень прибыльная работа, и я хочу это проверить. Пацаны, жду ваш царский лайкосик и подписочку на канал с колокольчиком. Ну и конечно же, жду вас на своем голд сервере, в своей семье, своим ником. Короче, регайтесь на мой ник и получайте бабки, вводите мой промокодик, хэштег Алонс, и тоже получайте бабосики. Ну а пока я поехал работать курьером. Так, пацаны, я уже добрался до правительства каким-то образом, ну как каким-то, я вообще нашел на спавне мопедик и доехал сюда. Типа, очень-очень такой нормальный варик. Обычно мопедов в аренде нету, но я его просто нашел и приехал. Так, курьером устроились, GPS по работе, и можем уже ехать работать. Так, GPS, а где тут по работе? Основные работы, так, курьерская служба доставки. Так, чикс. А, ну это опять недалеко. А, что это за мотик? Блин, жалко, жалко, что мы не можем на него сесть. Ну, мы скорее всего побежим, потому что тут полна дупа. Так, ладно, побежали. В принципе, в принципе, вон еще один какой-то мотик, давайте к нему подбежим. А, чел, я первый, я первый, первая, я первая. Опа, закрыто, ладно, ладно, хорошо, хорошо. Ну ладно, побежали пешком, в принципе, тут бежать довольно недалеко, слава богу. Сейчас устроимся работать курьерчиком, и я знаю то, что там платят в два раза больше, чем на автобуснике. Типа, там нормальные бабки платят, и мы сможем сейчас заработать свои где-то первые 300 тысяч, и, в принципе, этого уже хватит на какую-то, может быть, тачку или какую-то квартиру. Но, квартиру или тачку первым делом лучше не покупать. Так что, я присмотрю кое-что другое. Ну, а пока мы еще бежим. Очень долго еще бежать. Так, бомжика встретили какого-то. Здоров, парень, привет. Привет, бро. А почему ты тут один стоишь, бро? Тебе тут не скучно вообще? Ладно, пока. Неинтересно с тобой. Короче, мы уже почти добежали до аренды курьерского мопеда. Опа-опа, Кура там отлетел, видели как? Нормально, нормально, их сбивают. Так, еще нам нужно включить настроечки аналоговые. Сейчас я вам покажу. Так, классика адаптированная... Нет, не так. Классика адаптированная... В смысле? А была классика, да? Аналог. Вот, сенсорный руль, аналог. Чикс. Побежали, побежали, побежали. Так, я знаю то, что когда ты работаешь курьером, то у тебя очень часто, очень часто воруют мопеды. Так, работа курьера. У список лучших курьеров. Да хрена? Заказов тысяча. Вы что, челы... Сколько вы работаете этим курьером-то, е-мое? Давайте начать работу. Отлично, все, женский костюмчик. Опа! Нормальная движуха. Все, поехали, пацаны. По встречке автобусник едет. Ну, ничего страшного. Так, тут где-то закусочная, да? Ой, сбил челика. Ну, ладно. Так, значит, Чикс. Ну, что там? Покиньте авто, блин. Сейчас у меня его украдут. Так, вы забрали заказ. Давай, поехали. Чикс. Все, едем, везем, значит. Везем, везем. Ой-ой-ой, чел улетел. Ну, ладно, ладно. Нормально он полетел. Срезаем, срезаем, срезаем. Срезаем. О, и заказик очень близко, кстати, на самом деле. Сколько мы сейчас за него получим? Очень близко заказ, типа. Не ожидал, не ожидал. Эй, я ж покину. Чел, только не воруй мопед, пожалуйста. Пидар! Блядь! Что ты сделал? Где мопед? Сука! Бля, пацаны, у меня украли мопед. Ё-моё, блядь. Заебали эти бомжи. Пиздец. И что мне теперь делать? Куда мне теперь ехать? Как? Мне придется опять бежать-то, ё-моё. У меня украли мопед. Но зато я заработал первых 790 рублей. Нормально. А вот мопед украли. Жалко, конечно. Ну вот сейчас побежим за еще одним черным делом. В таком случае. Я не знаю, блядь. Как они могли так со мной поступить? Бомж, блядь. Он еще 5 минут возле меня стоял просто так, ё-моё. Кстати, курьером можно работать, пацаны, вообще без мопеда, типа. Можно просто бегать и доставлять заказы. Ну, это, конечно, тупость лютая, типа. Но все равно можно. В теории. В теории можно просто бегать, пацаны, как пеший курьер. Ну, как в жизни. В жизни же тоже есть пешие курьеры. Ну, и можно пешком бегать по карте, как дебил, конечно. И зарабатывать так деньги. Если тебе лень, конечно, ездить на мопеде. Но я думаю, тебе не лень ездить на мопеде. Поэтому ты будешь ездить на мопеде. Короче. Сейчас я уже почти добежал до аренды мопеда. И арендуем еще один мопед. Сейчас, если оно мне напишет, типа. Вы уже арендовали мопед. Вернитесь за своим транспортом. Нет, отлично. Все, поехали. Отлично, отлично. Все, едем к закусочной. Сейчас главное, чтобы еще один какой-то бомж у меня не украл мопед. Потому что я уже два раза бежал. И я уже устал бегать, если честно. Где метка-то, блядь? А, метка внутри. Ладно, ладно. Поехали внутрь. Ладно, ладно. Внутри спал. Не, ну вот тут у меня сейчас точно спиздит мопед. Я уверен. Блин, зачем я зашел? Так, вы забрали. Куда руки свои убрал? Вонючие от моего мопеда. Я видел, что ты хотел украсть его, чел. Ты никак не отмажешься от этого. Блин, зачем они лезут в такую грязь? Красть мопеды. Это ж так низко, емали. Не, ну я тоже когда-то в свое время воровал, когда только начинал играть двораж. Ну все же. К сожалению, я могу ее только доставить. Жалко. Опа, опа, опа. Чикс. Ну вот прикол в том, что на мопеде можно срезать прямо жесть. Везде. Типа, этот заработок довольно прибылен будет, я думаю. Так. Ой-ой-ой. Сейчас у меня тут опять 100% украдут мопед. Отлично. Отлично, заказ взят, заказ взят. Тикаем, тикаем, тикаем. Так, нам ехать опять в какую-то жопу. Так. Челик, я еду за тобой. Ты тоже, наверное, заказ везешь туда, куда я. Опа, опа, опа. Он уже тоже прохаванный. Типа, смотрите, по лесам, по горам едет до леса. Воу, а что это за зона тут такая? Че тут забором? Что? Ой. Чел, я из-за тебя врезался. Блин, что ты так жестоко со мной? Ай. Неплохие мимопедисты, конечно. Так, ну мы уже почти возле точки. Сейчас завезем заказик. Опа, отсюда уже куры возвращаются. Другие. Оп, блин. Так, ну мы за этот заказ должны, типа, нормально получить, потому что он находится очень далеко. А, за теми лесами заказ я привез. Оксанка Молдован. Что-то никакой помощи я не вижу от других рекой. Хоть бы кто-то мопед дал погонять. Ого! 1700 за раз. Погнали, погнали, погнали. У меня аж мотивация появилась, пацаны, мотивация. Вот так деньги мотивируют человека. Ну вот, например, я привез один заказ за 1700. Нормально смотивировало. А заказ за 700 рублей меня вообще не мотивирует. Ну, ни капли, если честно. Вот мопед даже на горку не едет, типа. Так, ну заработали уже 3000. Нормально, нормально. 3000 за 5 минут. За 5 минут. Если 3000 за 5 минут, значит, будет много тысяч за час. В принципе, логично. Приезжаю с заказика с рублевки. И, конечно же, нужно брать следующий заказ. Ведь заработал я только 5000. Блин, наработаю уже, если честно, минут так 8-10. Итог опять косарей. Ну, я просто еще нуб. Но это исправимо, пацаны. Скилл нарабатывается. Так что там тех 1000 заказов несложно сделать, я думаю. Ну, я бы их сделал там за недельку, может. Ну, или, может, не за недельку. Может, забыстрее. Так, Чикс, а что мы тут? Берем заказик какой-то? Опа. Так, вы забрали заказ. Я думаю, по Юшке лучше ездить, да? Или нет? Как вы думаете? Кто работает курьером часто? Как вы думаете, где лучше ездить? По Рызамасу или по... Брод, ты, конечно, блин. Где лучше ездить? По Рызамасу или по Юшке? 5500. Ё-моё, а сколько у меня было? 5100? Дало 400 рублей за заказ. Ё-моё, пацаны. Вот это я заработал. Блядь, а знаете, что ещё прекраснее? То, что игра зависла. Ё-моё, блядь. Блядь, этот телефон вообще умеет работать? Короче, поработал я курьером и заработал нам примерно 100 тысяч. Ну, в принципе, пацаны, каждые 10 минут вы получаете по 10-15 тысяч. Ну и, в принципе, я ещё был не сильно опытный курьер, поэтому я заработал не так много, как наши работяги. Короче, за часик можно примерно поднимать 80, где-то 60 косых. Но я поработал где-то полтора часика и поднял, короче, соточку. И у нас на руках уже 300 тысяч. Это неплохо. Что у нас по уровню? А у нас третий уровень и 11 очков опыта. Да вы себе представляете. Давайте я вам покажу, как я заработал опыт на этом аккаунте. Как вы видите, я выполнил почти все квесты. И поэтому у меня есть уровень. В принципе, пацаны, я не думаю, что вам нужно объяснять, как выполнить все эти квесты. Потому что они супер лёгкие. И за каждый квест вы получаете там какой-то опыт. Короче, как вам поднять уровень? Появляетесь на спавне. Ну, вот тут вот, как я. И, короче, просто подходите к вот этой вот непонятной коробочке. Тут написано даже квесты для новичков. Находите её и подходите к ней. И начинайте выполнять. И поверьте, вы потратите на это примерно часик. И выполните их. И у вас будет такой же уровень, как у меня. Где-то третий. И, в принципе, где-то за час. Ну, приветик, приветик. Вика Шелби. В костюме мальчика. Как ты вообще... Как... Как так случилось-то, ё-моё? Как ты так? Как ты так? Дай денег мне не хватает на машину. Чел, я сам работаю, блядь, курьером. Типа у меня 300 тысяч. Сорян. А, 5 тысяч? Ну, 5 тысяч. Ладно, на тебе 5 тысяч. 7-7-7-2-500. Раз. Два. Отлично, пацаны. Короче, у нас уже есть 300 тысяч. Это уже неплохие такие бабки, как для начала, в принципе. Это была вторая серия Путя Бомжихи. Пока у нас, в принципе, ничего интересненького не случилось. Но уже скоро я планирую пойти либо в ГИБДД, либо в ФСИН. И там уже будем зарабатывать бабки покруче. Типа, тут ещё слишком мелко, а вот там уже реально бабки покруче. Ну, короче, это была реально вторая серия Путя Бомжихи. С вами был, как всегда, Алонсо Капелло. Не забывайте про промокодик хэштег Алонсо и регайтесь на мой ник Алонсо Капелло. Да и вообще, жду всех вас на Голд Сервере. Короче, пацаны, всем удачи и всем пока.